Добрый день! В эфире 12-го канала новости. В студии Константин Лондон. Главные новости к этому часу. Депутаты поставили точку в судьбе QR-кодов. Рассмотрели сегодня областные парламентарии и бюджет на следующий год. Какие решения приняты? Из офисного здания в Омске эвакуировали 800 человек. Есть пострадавшие. Пожар произошел сегодня утром на Ревобережье. Куда обращаться, если избивает супруг? Хомички задали специалистам Минтруда наболевшие вопросы. Какую поддержку готовы и могут оказать власти в самых сложных семейных обстоятельствах? Не только сердце, но и пламенный мотор омские медики вживляют пациентам систему вспомогательного кровообращения. Это непосредственно сам насос, который имплантируется в грудную полость пациента. Как работают отечественные импланты и насколько может продлить жизнь пациентам? До финала дошли только полсотни со всей страны. Сразу несколько работ 12-го канала претендуют на престижную телевизионную премию ТЭФИ-регион. Церемония награждения состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Трое пострадавших, один в тяжелом состоянии. На пересечении улиц Химиков и коммунальная серьезная авария с участием маршрутного такси и фуры. Известно, что водитель большегруза не уступил право проезда пассажирскому микроавтобусу. Удар перешелся в левую сторону машины, в место, где сидел водитель. В ДТБ, как нам сообщили в госавтоинспекции, пострадали и пассажиры. Газель двигалась по 305 маршруту. В салоне находились 5 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились 3 человека. Это водитель Газели и 2 пассажира. Один из пассажиров в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение. К другим темам. Депутаты законодательного собрания сегодня поддержали поправки о QR-кодах в транспорте, общепитии, непродуктовых магазинах. За документы выступили 29 человек. Еще 10 высказались против. Законопроект в регионы для получения заключения напомнен о правилах Госдумы. Он предусматривает обязательную систему цифровых пропусков в поездах и самолетах, а также право местных органов власти вводить ее для посещения различных общественных мест. Теперь дело за депутатами Госдумы. Если поправки примут, правила станут едиными для всех субъектов страны. Также сегодня на заседании утвердили проект бюджета региона на 2022 год. Его ранее представил министр финансов Омской области Вадим Чеченко. Впервые за несколько лет бюджет будет профицитным. Ожидается, что доходы составят почти 111 миллиардов рублей. В то время как расходная часть будет на 6,5 миллиардов меньше. Планируется, что эту разницу по условиям соглашения с Минфином России направят на погашение части регионального госдолга. Техническая готовность свыше 40%. Продолжается строительство спортивного комплекса «Арена». Здесь уже установили все 14 металлических ферм кровли основного здания. Завершается монтаж профлиста. Ведется установка внутренней лестницы, перегородок, инженерных сетей и отделка. Площадку осмотрела сегодня комиссия Международной Федерации Хоккея. Гости высоко оценили темпы работы, восхитились масштабами будущего ледового дворца. Делается очень большая работа. Мы внимательно следим. Мы верим, что сегодня основной вопрос для чемпионата мира, для нас, как для Федерации Хоккея, это готовность арен. И для наших коллег из Международной Федерации, для них эта ситуация, она немножко, скажем так, новая. Когда страна сначала получает право проведения чемпионата мира, а потом уже строит арены. Но для нас, для России, это правильная ситуация, потому что чемпионат начнется, пройдет. Мы верим, что он пройдет отлично, шикарно. Но самое главное, что останется прекрасная арена в Омске, останется прекрасная арена в Новосибирске. Это будет то самое наследие, которое будет использоваться нашими спортсменами, нашими гражданами. Вот это для нас самое главное. Я нахожу арену как снаружи, так и изнутри очень впечатляющей. И мы абсолютно уверены, что вы успеете закончить строительство к концу июля. Далее комиссия отправится в Академию Авангард, чтобы узнать, какие условия созданы для иных хоккеистов. Затем состоится рабочее совещание с губернатором Александром Бурковым. Подробности визита экспертов в наших следующих выпусках новостей. Остались без праздничных снимков. Залиты верхние этажи, почерневшие стены, обгоревшие локации для проведения фотосессий. В распоряжении 12 канала оказались кадры из сгоревшей этим утром студии на 16 этаже офисного центра на левом берегу. Что стало причиной возгорания, спасатели пока не сообщают, проводится проверка. Также неизвестна и сумма ущерба, но по записям видно, что студия сильно пострадала. Напомню, пожар вспыхнул в начале 10 утра. Из задымленных помещений сотрудники МЧС спасли женщину и оказали помощь медики. Всего же эвакуировали 800 человек. На то, чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось около получаса. Офисы, находившиеся под фотостудией, сейчас залиты водой. Сотрудников часть компании перевела на удаленный режим работы. Куда обратиться, если сбивают супруг и как прийти в себя после домашнего насилия? Такие вопросы от Амичек поступили сегодня на онлайн-марафон. Его провели Министерство труда и Центр управления регионом. Эксперты рассказали, в Омске работает Центр социальной помощи семье и детям на социальной гостинице. Его специалисты помогают решать все юридические и психологические проблемы, а также предоставляют жилье на срок до двух месяцев. Обратиться за консультацией и поддержкой можно по телефону, который сейчас на ваших экранах. Само учреждение находится по адресу Комсомольский, городок 15. Отмечу, что все услуги бесплатные. Это оформление мерцисподдержек всех необходимых, то есть выплаты. Это выдача продуктовых наборов бесплатная, это средства личной гигиены. Помимо того, что если есть необходимость вещевой помощи, она тоже оказывается в период проживания. Ну и также это работа со специалистами, это оказание помощи психолога, то есть длительная работа с психологом специалиста по социальной работе, если нужно куда-то там проехать, оформить какие-то утраченные документы. Часто такое бывает. Даже после разрешения конфликтов работники учреждения продолжают поддерживать связь с обратившимися сюда. Добавлю, что на онлайн-марафоне также рассказали и о бесплатном переобучении мам дошкольников. Подробную информацию по этой теме можно узнать в службе занятости. Что касается Центра управления регионом, он стал новой площадкой для интерактивного общения представителей власти с жителями региона. Так, накануне прямой эфир в Инстаграме отсюда вел губернатор Александр Бурков. Кормили полуфабрикатами из грязной посуды. Омский Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в столовых образовательных учреждениях. Ведомство проверило свыше 500 школ и 180 детских садов. Рейды при участии аккредитованной лаборатории проходили каждый месяц. Специалисты не только изучали пробы на бактерии, но и оценивали качество, калорийность и даже температуру пищи. Причем как готовых блюд, так и продуктов. В итоге результаты неутешительные нарушений масса. Где-то повара не докладывали нужное количество еды в порции, а где-то рацион был недостаточно сытным. Кроме того, претензии предъявили и к посуде. Тарелки и чашки в некоторых школах попросту не мыли. Но самое грубое нарушение детей кормили растительным белком, а не натуральным мясом, как того требуют правила. Полуфабрикаты могут спровоцировать расстройство желудка. Вот эти мясные полуфабрикаты, которые включали в состав мяса птицы механической обвалки, это растительный белок. Он не используется в питании детей. Он запрещенный продукт. Также у нас в ходе двух проверок в двух сельских школах была выявлена фальсифицированная нестандартная продукция. Масло крестьянское было несоответствующее техническому регламенту Таможенного союза. И молоко ультрапастеризованное питьевое. К слову, если родители обеспокоены тем, как организовано питание детей в школах или детсадах, можно обратиться на горячую линию Омского Минобразования. Телефон на экранах. Есть возможность организовать и собственное расследование. С 2020 года, по словам санитарных врачей, в учебных учреждениях действуют родительские комитеты по питанию. У взрослых есть полное право прийти в школу и продегустировать еду из столовой. А после, если качество будет неудовлетворительным, обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Реальная жизнь с искусственным сердцем. В Омске провели уникальную операцию и в буквальном смысле дали второй шанс тем, для кого диагноз стал приговором. Пациенту вживили так называемую систему вспомогательного кровообращения. Проще говоря, программируемое сердце, которое сможет выполнять все функции настоящего, даже при его полной остановке. Аппараты не уступают западным аналогам по качеству. По сути, это временная альтернатива трансплантации. Ксения Пашкова расскажет. В груди этой пациентки теперь не только сердце, но и пламенный мотор. Вот так образно, словами из песни, врачи объясняют суть уникальной операции. Всего несколько минут назад женщине спасли жизнь. Диагноз – острая сердечная недостаточность – едва не стал для нее приговором. Чтобы помочь, амички вживили систему вспомогательного кровообращения. Отечественные приборы, хоть и дешевле импортных, по-прежнему весьма дорогостоящие. Стоимость одного такого комплекта превышает 10 миллионов рублей. В областную клиническую больницу поступило два устройства. В систему вспомогательного кровообращения она состоит из двух компонентов. Первый компонент – это непосредственно сам насос, который имплантируется в грудную полость пациента. Есть у него входная конюля, через верхушку левого желудочка собирается кровь, прогоняется через насос. И через сосудистый протез в аорту выкидывается. Таким образом устройство берет на себя функцию левого желудочка сердца, а сама мощная мышечная камера на время отключается от процесса кровообращения. И вторая часть – это внешний компонент, это аккумулятор с блоком управления. Насос подключается с помощью вот этого кабеля. И происходит съем информации, передача информации, регулировка скорости вращения. Идет также питание насоса. То есть человек живет, нося на поясе батарею с контроллером и нося внутри себя этот насос. Одной батареи хватает на 6 часов работы аппарата. В комплекте их 4. Таким образом, сутки человек может обойтись без подзарядки. Кстати, длительная реабилитация после установки импланта не потребуется. Абсолютное большинство пациентов после подобных операций, они восстанавливаются очень быстро. То есть у них есть возможность с чем сравнить. Они знают свое состояние, в каком они состоянии находились. И учитывая то, что, будем так говорить, новый левый желудочек начинает работать, естественно, пациенту становится значительно легче в плане перенести какие-то либо физические нагрузки. Устройство врачи называют настоящим спасением для пациентов. Аппарат позволяет выиграть около 10-15 лет и дождаться пересадки донорского сердца. А в некоторых случаях после установки прибора собственный орган успевает восстановить работоспособность и насос пациенту больше не требуется. Сердце вновь выполняет все свои функции самостоятельно. Ксения Пашкова, Карина Сычугова, Сергей Пайхалов, 12 канал. В Омске официально зарегистрирована Академия биатлона. Об этом глава региона Александр Бурков сообщил в своем инстаграме. Решение о создании организации было принято еще в марте. Во время рабочей встречи губернатора с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым. Открытие Академии, как считают специалисты, улучшит тренировочную базу биатлонистов и лыжников и модернизирует систему их подготовки. Биатлон, как отметил губернатор, весьма популярен среди амичей. Муромцевский район – это отличная тренировочная площадка для лыжников. Здесь традиционно проходят всероссийские соревнования на призы олимпийского чемпиона Владимира Барнашова. Кстати, именно на склонах Муромцева наш земляк оттачивал свое мастерство. О других новостях спорта расскажет Алексей Дарьев. В спортшколе имени Героя России Олега Охременко прошло первенство Омской области по киокусинкой карате. В соревнованиях приняли участие 174 спортсмена из Курганской, Новосибирской, Тюменской и Омской областей. Чемпионами турнира в своих возрастных группах стали наши земляки Маргарита Шашкова, Мария Ряженцева, Александр Пантелеев, Валентин Калачев, Екатерина Москалева и другие амичи. По итогам прошедших соревнований будет сформирована сборная Омской области для участия в первенстве Сибирского федерального округа, которое пройдет в январе в Новокузнецке. Ну а в Казани сегодня стартуют чемпионаты первенства России по Тхекландо. Сильнейшие спортсмены из многих регионов нашей страны разыграют награды в личных, парных и командных видах соревнований. В составе дружины Омской области на первенство отправились Дарья Голикова и Никита Чернецов. С 26 по 28 ноября в нашем городе сильнейшие спортсмены Сибири и Урала будут выявлять лучших на турнире по флорболу. На паркет выйдут омские команды Сибирь и молодежная сборная Сибирь, Ямал из Нового Уренгуя, Новосибирский Спасдом, сборная Кемеровской области Кузбасса и представляющая Свердловскую область команда Седой Урал. Эти шесть коллективов разыграют медали Сибирского и Уральского федеральных округов по флорболу в один круг без плей-офф. Соревнования такого формата в России проводятся пятый год подряд. Победителем четырех предыдущих турниров неизменно становилась Омская Сибирь. В Омске пройдут чемпионат и первенство региона по Савату. Поединки по французскому боксу соберут около 100 бойцов в возрасте от 12 лет. Спортсмены будут выявлять сильнейших в четырех возрастных группах. Поединки пройдут в дисциплинах Комба – полный контакт и АСО – легкий контакт. Начало соревнований в центре единоборств на улице Вавилова в 11 часов. 27 и 28 ноября. По итогам соревнований будет формироваться сборная команда Омской области для выступления на чемпионате и первенстве России по Савату, которые пройдут весной следующего года в Санкт-Петербурге. Алексей Дарьев, 12 канал. И последнее. Поболеть за родной город Омичи могут стать обладателями престижной телевизионной премии «Тейфирьон». Церемония награждения состоится сегодня в Санкт-Петербурге, но увидеть трансляцию смогут и зрители 12 канала. Она начнется в 10 вечера по омскому времени. На заветную статуэтку работы Эрнста Неизвестного претендуют сразу несколько работ моих коллег. Так, так, лента о генерале Дмитрии Карбышеве «Несломленный» заявлена в номинации телевизионный художественный фильм «Сериал». Картина, снятая режиссерами Андреем Кирилловым и Светланой Лазаревой, напомню, вышла 9 мая. Кроме того, в номинации оператора телевизионной программы фильма намерены завоевать премию Олег Ковальчук, Сергей Гаев, Павел Рома, Сильяя Яковленко и Владислав Осинцев. Академики высоко оценили их работу в создании проекта «Плей. Театр без театра». Также среди претендентов на ТЭФ «Регион» и еще Ореномский телеканал «ГТРК РТИШ». Всего же на конкурс было представлено 428 работ, из них лишь 54 дошли до финала. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же вы можете предложить свои новости или присылать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Новое поступление каждую неделю на ярмарке белорусской обуви. Самый широкий ассортимент. Порадовать себя смогут как мужчины, так и женщины. Особенно, когда погода в Омске стала по-настоящему зимней. Самая актуальная – теплая коллекция. Но для желающих есть осенне-весенние и даже летние модели. Подробности далее. Высокое качество обуви, а цена ниже средней. Ярмарка работает напрямую с производителем. Сапоги, ботинки, полусапожки – здесь модели на любой вкус. Удивит и большая цветовая палитра. Качество хорошее. Я вот в прошлом году сапоги покупала, я их с удовольствием носила. И сестре отдала. Ароматизация хорошая, прям удобно ноге. Выбор большой. У каждого свои вкусы, указываешь на свои желания. Поэтому можно прийти и сделать приятное себе. В первую очередь, хоть под брюки, хоть под джинсы. И чтобы не скользили, чтобы можно было ходить, гулять и не падать. Все модели качественные. В наличии есть как натуральная, так и прессованная кожа. Такую не повредят даже сибирские морозы. А нескользящая подошва защитит от гололеда. Консультанты помогут подобрать обувь до 44 размера для женщин и до 49 для мужчин. Отличное качество обуви. Тепло, не скользкое. Цены напрямую от производителя порадуют каждого гостя. Здесь, во дворце Малунцева, самый большой выбор обуви в городе. Любые ноги найдут для себя комфортную пару. Ярмарка во дворце культуры имени Малунцева по адресу Мира 58 и во дворце молодежи по адресу Перелета 1 продлится по 5 декабря включительно. Спонсор прогноза погоды и ПФ Ременко Роман Андреевич Саратовское региональное отделение ООО Российский национальный союз пчеловодов. Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Завтра, 26 ноября, в Омске ясная температура воздуха ночью минус 10-12, днем минус 13-16. В районах области переменная облачность ночью минус 12-14, в дневные часы 12-15 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ярмарка меда в Омске с 8 ноября по 5 декабря. Мед свежего урожая с имбирем, пиргое-восковой молью, бортевой. Ждем вас в торговом центре «Корона», остановка ДК имени Баранова и в ДК имени Малунцева. Акция. При покупке 1 килограмма меда, 1 килограмм цветочного меда в подарок. На этом у меня все. До встречи на 12-м канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова